Рассказ о Игуль Шариповой называется «Добряна». Назвать дочь Добряной была ошибкой. Нет, имя-то красивое, старославянское, необычное. Но вот Добряне Ермолиной подходила, как сарафан корове. Не то чтобы девочка была злой, нет, этого за ней не замечалось. Но уж больно на вид была строга. Суровый у нее был вид, а не добродушный, как подразумевает имя. Даже в младенчестве девочка была неулыбчивой. Схватит родительский палец и смотрит большими строгими глазами, аж до самого дна заглядывает, будто наизнанку душу выворачивает. Мать по пальцам может пересчитать, когда ее дочь смеялась. Первый раз, когда маленьких крольчат увидела. Второй, когда братишка в ведро с углем залез. А в третий потешались над дедом Ваней, убеждающим бабку, что не употреблял он у кума самогон, а только понюхал чуток, чтобы определить крепость напитка опытным носом. Так и росла в селе Воронцовском девочка с красивым именем Добряна. Улыбалась редко, говорила мало, все больше слушала да следила за людьми. Мать поначалу объясняла всем, что характер у девочки такой, сама-то она добрая, заботливая, а вот внешне совсем другая. Но отец сказал, перед каждым распинаться много чести. Пусть свое мнение с собой носят и никому не показывают. Не доказывай нюру людям, а то будто оправдываешься за несделанное. С детства Добряна брала над всеми шефство. Играют в лапту или казаки-разбойники. Возникнет спор на пустом месте. Ребята на Добряну смотрят, мол, рассуди. Как она скажет, так и будет. Никто ее решение не оспаривает. Авторитетное оно для ребят. В дочке матери играют. Даже вопроса не возникает, кто мамой будет. Добряна, конечно. Она тряпичной кукле и сподней поменяет. Старшим наказ даст. И пацанов-хулиганов разгонит, если те вздумают девчачьей игре помешать. Легко было в детстве. А вот как кончилось оно, так и дружба сошла на нет. Суровым взглядом распугал Добряна подруг. У них женихи на уме. А она смотрит на них, как будто осуждающие. Неуютно девушкам под таким взором. Вот и перестали звать ее на девичьи посиделки. И женихи стороной обходят. Им веселые, шумные по нраву. А Добряна, хоть и мила с лица, коса у нее толщиной запястья. Глаза бездонные черные. Да уж больно серьезная. Неприступная. Только Алешка Спиваков из-под тишка поглядывает на нее, любуется, а подойти робеет. Мать причитает, как бы в девках дочь не осталась. Ты хоть улыбнись, малеха, дочка. Ну вон же ты какая краса у меня. Да суровым видом всех женихов распугала. На ком мне такой жених, который подойти боится? Эх, Добряна. Было бы обманом сказать, что совсем не было у нее друзей. Был один, самый лучший, верный, надежный. Ему рассказывала она свои печали и тревоги. Делила с ним радость. Ну и что с того, что был он не человеком, а конем? Давно известно, звери порой лучше людей. Вот и орел был лучшим другом Добряны. Отец привел его, когда девочке двенадцать исполнилось. И помнит она его еще тонконогим и куцехвостом. А нынче и девушка подросла, расцвела. И орел из жеребенка превратился в красавца коня. Ежели время позволяло, отец обучал и верховой езде. Из города даже седло для нее привез. Она этих минут весь день ждала. Придет он с полей. А она его ворот встречает, молока холодного нальет. Самокрутку протянет. Сама молчит. Только нет-нет, да в глаза отцу заглянет, пока тот не встанется с камней и не скажет. Ну, Добря, посидели и Будя. Вот в этот миг все и решалось. Или позовет он ее в конюшню, или сразу в дом пойдет. А когда Добряна себя в седле так же крепко, как и на ногах чуять начала, так и вовсе перестала отца ждать. Найдет предлог, да ускачет в поля. Только хвост орла махнет на прощание. В деревне забот хватает. Особенно летом. Лето год кормит. Но все равно находит девушка минутку, чтобы прокатиться вдоль леса с милым другом. Есть у нее любимая опушка. Ее солнцем припекает, а деревья от ветра пущий стен защищают. Возле этой опушки грибов всегда много росло, а летом она ягодами усыпана. И не смотри, что маленькая. В хороший год ягоды размером садовую малину приносила Добряна. Однажды прискакал на опушку, а к дереву гнида и лошадь привязана. Нахмурилась девушка, глядит, а из леса Алешка с пиваков выходит. Увидел ее, заспешил навстречу. Добряна, здравствуй. Не против, ежели я тут побуду? Грибов страсть как захотелось. А тут и под березовики, и белые успевай срезать. Чего ж я против буду? Не копли на поляна-то, собирай, коли хочешь. Сама губу недовольно поджала и на другую сторону ушла. Там орла привязала. С тех пор Алешка нет-нет, да заглянет на опушку. Парой слов с Добряной перекинется. Когда они с добрых полчаса о лошадях говорили, так счастливей парни во всей деревне не было. Но открыться ей рабел. И на гулянии не звал. И сам ходить перестал, мол, некогда мне. И девушке он вроде как мил. Не прочий, но раз поговорить с ним, когда минутка выдастся. И о лошадях говорят, и о других деревенских заботах шуткуют иногда. Видит, что Алешка парень хороший, небалованный. Улыбаться ему начала при встрече. Да только недолго их встречи в лесу продолжались. Закончилась грибная пора. Пришел ноябрь, а за ним и зимние стужи. Только все в мире по кругу. Так и зиме пришел конец. Февраль пугал последними стужами, но настырный март отстаивал свои позиции. Весело, шумно провели в Воронцовском масленицу. Молодые смастерили куклу, да такую красивую, что и жечь-то жалко. Каркас парни из соломы сделали, для прочности упругих тонких веток добавив. Дольше всего с головой возились, но и она удалась на славу. Ровная, круглая, белым отрезом обтянута. Девушки разукрасили ее, нарядное платье надели, в косую испакли, ленточку вплели. Серьги из сухой рябины до шиповника бусов три ряда. С песнями, смехом катали ее на санях по селу. Из каждого окна доносился аромат блинов, которых на ярмарке было столько, что голодным никто не ушел. Добряна с матерью и сестрами тоже пришла на проводы зимы. Радуясь еще холодному, но уже весеннему солнцу, бродила меж людей, вот ее увлек хоровод, она и сама не заметила, как побежала по кругу. Вместе с общим весельем радовалась душа. Скоро весна. Неожиданно ворвался в круг Алеша. Схватил за руку, да так крепко, что через рукавичку тепло его руки почуяло. Закружили в танце быстрее прежнего. «Ай да, блинами угощаться!» – зовет ее парень. Вышли они из круга, к столу с самоваром да блинами солнышками пошли. Ох, и богатый стол! Народ постарался как мог. Кто блинов, кто крендельков да баранок принес, сахарные петушки да сушеные яблочки. По всей округе аромат травяного чая разносится. На расшитой скатерти пузатый самовар стоит. Из него пар валит. Ребятишки стайками налетают, лакомятся. Родители подаль стоят, улыбаются. Тут, расталкивая детвору, размахивая палкой, старуха Лукерия пришла. «А ну, пошли отсюда, ишь, расшалились!» «Совсем взрослых не почитают!» «И давай гонять их палкой!» «Пропустите меня, негодные!» Сколько годов Лукерии она и сама не помнит. Сморченная, как печеное яблоко. Спину разогнуть не может. Седые волосы из-под платка торчат. Недолюбливает бабку Лукерий в селе. Злой у той язык. Так отметелит, что мало не покажется. А спорить не гоже, как-никак в летах бабка. Старость уважать надо. Разогнала старуха детвору. Та, испуганной воробьиной стаи, сбилась в сторонке. Ждет, когда угостится ворчунья. А старуха не торопится. В стопку блинов сморченную руку сунула. Ищет, что потеплее. Бабка Лукерия. «Они все горячие да вкусные. Бери любой, угощайся. Вон метку намажь. Пытается угодить ей Глаша». «Так уж и все!» – ворчит старуха. «Знаю я вас. Ребятам все сладкое отдаете. Нам, старикам, сухари грызть даете». «Бабуль, вам, старикам, все лучшее. Вон, погляди, какой румяный блин». Глаша протягивает ей тонкий ажурный блинчик, от которого струлька пар поднимается. «Не нужен мне твой блинчик». Старуха бьет женщину по руке. Блинное солнце падает на землю. Тут же к нему подбегает жучка и, виляя хвостом, принимается есть. «Ах ты, зараза!» – замахнулась и хрясь палкой по спине. «Мой блин, жрешь, паскуда!» Ребятишки ахнули. Жучка у детворы любимица, добрая, безобидная собака, сама маленькая ребенку до колен. Те, что помладше с ревом к родителям бросились, постарше стоят, притихнув, к старухе подойти бояться. «Бабка Лукерия, а ты чего разбушевалась? Чего людям праздник портишь?» вышла из толпы Добряна. Хоть и не учена старикам перечить, да обидно стало за ребятишек, жучку и за блин, на земле валяющиеся веселье испорченное. Старуха прищурилась. «А-а-а, ты это, Ермолина дочь! Тебе-то чего? А ли тоже блина охочится?» «После тебя, баба Лукерия, собаки теперь есть не станут». За словом в карман не лезет девушка. «А ты поговори у меня еще». «Только грею, мало не покажется!» «Ты мне не грози, не испугаешь. Бери блины, да иди куда шла. Не порть людям праздник. Вон ребята плачут, чай стынет. Не одна ты тут». «А мне до того дела нет. А что плачут, так по делам им». «И ты поплачешь у меня». «Тьфу!» Старуха плюнула себе под ноги. «Не видать тебе счастья, потому как недобряна ты, а злыдня подколодная». Толпа так ахнула. Про бабку Лукерию поговаривали, что душу дьявола она продала, потому и живет уже столько годов. А старуха напоследок со стола плошку с медом столкнула и, не взяв ни одного блина, ушла. «Чего?» приходила спрашиваться. Девушка побледнела с лица, а сама даже и брови не повела. «Сама своим ядом подавишься». Развернулась и ушла домой. Алешка, рот разинув, остался. Маломальский народ снова к столу потянулся, ребятишки жучку приласкали, веселье продолжилось. Только добряны, лукерьи, до Алешкина праздники уже не было. История-то, может, и забылась бы. Только имя злыдня так и прилипло к девушке. Да и не имя вовсе, а прозвище. Добряна сама не замечала, а может, вид делала. Но люди за спиной шептались, мол, старухи лукерьи дорогу перешла злыдня. В мае, как только поля высохли, Добряна снова на орле, далеко в поля уезжать стала. Иной раз возвращается, только когда солнце к закату клонится. Старается с домашними делами быстрее управиться, седлает коня и в поле. Бывало, позже отца возвращается домой. Одна за другой до Бряниной одногодки замуж выходит, а девушку никто не сватает. Мать переживает, не засиделась бы в девках, а та и брови не ведет. Знай себе, скачет на орле по полям. Алешка несколько раз ждал ее на прежней полянке. Нет девушки, не приезжает. Вот и посеяли все. А зимы зеленеют, яровые за ними тянутся. Народу выдохнуть бы тут маленько. Да в силу беда пришла. Одна за другой коровы дохнуть стали. Только и слышно, то в одном дворе кормили соскопытилась, то в другом. Забеспокоился народ. Лекарей зову, да пока без толку. Боязно людям, как бы совсем без стада не остаться, как бы на другой скот хворь не перекинулась. Кто кос раньше не держал, сейчас стараются завести, мало ли чем закончится. Вот собрались как-то бабы у колодца судачат. Одни разговоры у них о коровушках. А тут бабка Лукерия с ведерком пришла, щурится на всех. Все гадаете, отчего коровы ваши дохнут. А что под носом творится и не видите. Лукеришка, расскажи, поделись, лебезят перед ней женщины. Так то злыдня ваша порчу наводит, махнула старуха палкой. Добряна и Мильяна дочь ахнули разом. А разве в селе две добряны, без зуба хмыляется старуха, то-то и оно, что ничего не видите вы, а она, что ни день в лес скачет. Чего это она там делает до темноты? Не иначе, как колдовать, ворожить учится. И на гуляния с молодыми не ходит. Вестима, ночами другие у нее дела. Ведьма, добряна ваша, злыдня подколодная. Притихли женщины. Добряна хоть и сурова с лица, но зла от нее никто, отродясь, не видывал. Животные к ней тянутся, ребятня любит, защитницу в ней видят. Да и со старшими уважительно разговаривает. Старая лукерия злое зерно посеяла, да поволокла старые ноги в избу, сама ухмыляется. Бабы пошептались, да разошлись, но каждая в тихомолку за домом Ермольных поглядывает. Как добряна себе ведет, наблюдают. Вроде бы, ничего странного, но бабкино зерно хорошие всходы дало. Чего нет, то сами придумают люди. Девки иной раз и до зорьки гуляют с женихами, до того никому дела нет в селе. А вот за добряной следят, перешептываются, сочиняют то, чего не ведают. Так уж устроен человек. Слухи по Воронцовскому поползли. Права старуха Лукерья. Не добряна, а злыдня это. В один вечер аж три коровы в селе копыта сложили. Бабы взвыли, мужей подговорили, мол, проследить за девкой надо, на воду чистую вывезти. Неспроста на каждый божий день в лес скачет, да за спиной туесок везет. Что-то нечисто здесь, надо бы разобраться, покуда не стало совсем худо. На следующий день за добряна Николку приставили. Николке двенадцать лет от роду. На лошади, как на ногах, держатся. Шустрый, быстрый, да неприметный. Отправился он следом за девушкой, а через час вернулся. Рассказывает, мол, она до леса доскакала, спешилась и в лес вошла. Недолго шла и к старой избе вышла. Изба ветхая, в землю до середины вросла. Окон нет совсем. Открылась крепучую дверь. Вот я и вернулась, говорит. А дальше Николка не слушал, боязно стало. А вдруг ведьма его учует и сосвету живет. На следующий вечер добряна в седло. Мужики время выждали и за ней. Николка им дорогу кажет. Алешка с пиваков к Ермолиным вбежал, ни с кем не поздоровавшись, к Емельяну бросился. Дядь Емельян, беда, добряну спасать надо. Оседла в коне, и они вслед отправились. А мужики спешились, да осторожно к старой избе подошли. И в самом-то деле, чего здесь молодая девка забыла? Изба того, гляди, развалится, до того серое стало, что от земли не отличить. Чтобы зайти в три погибели, сложиться надо. Но дорожка к ней протоптана, да и орел неподалеку к дереву привязан. Вот окружили мужики дом, кто снаружи остался с вилами на готове, кто в избу увалился с плетками да топорами. А ну выходи, на свет кричат. В избе-то темно, маханьки агарочек светит, не сразу и разглядишь, что и как. Чего шумите, испуганно отвечает им добряна. Детятку разбудите. Мужики пригляделись, а в руках у девушки ребятенок спит. К ноге второй постарше жмется. Ничего не поймут они. Что за дети, откуда в лесу? Давай выходи из избы, говори все, как есть, скомандовал один. Вздохнула добряна, одеваться некуда. Мужики ее вперед пропускают, а топор не отпускают. Мало ли, чего удумает ведьма. Вот вышла девушка, спину разогнула, стоит на всех смотрит. У самой губа от страха дрожит, в глазах огонь горит. На ее счастье отец с Алешей подоспели. Добряна дочка. Отец к ней руки протянул. Папа. Только успела она выдохнуть. Но ее тут же остановили. Емельян. Мы тебя знаем, мужик ты хороший. Если б не это, и разговоров бы не вели. Но. Пущает твоя дочь объяснит, чего она в лесу делает, а то слухи разные ходят. Что за ребятки у ней? Дочь. И вправду, что за детки-то? Добряна. Добряна как будто рядом нет никого отцу рассказывает. Папенька, я по весне орла здесь объезжала. Скачу и гляжу, и возле дерева женщина лежит. Не из наших, не воронцовская. Самая худющая, того глядит, улуп с нее спадет. Лицо серое, волосы спутаны. Я к ней. Она слабая совсем, видно, не ела давно. У меня для орла сухари были с собой, я ее накормила, отпоила. Она меня сюда и привела, в избушку эту. Наталка ее зовут. Помолчав, добавила, звали. Померла она. Вон за избой бугорок. Там лежит. Она изъярилина родом. От мужа Ирода сбежала. Осенью еще. Ее ребятишек бил нещадно. Даже Степке. Она показала на малыша, что в руках до сих пор держала. И то перепадала. Решила она сбежать. Уж лучше волки пусть в лесу съедят. Решила. До земногородской церкви путь держала. Хотела там спрятаться. Да далеко уйти не смогла. Не выдержала. Летом надо было бежать. Ерильная здесь рядом же. Три версты всего. Муж ей не поискал, поискал да бросил. Так сильно нужна, видать, была. У Наталки подружка была. Так ей тайком старых перин привезла одежу. Хлеб приносила. Но не каждый день. А зимой и вовсе редко. Когда случай только выйдет. Но и она приходить перестала. Сама дитя родила. Покуда я не нашла, Наталка с детьми несколько дней не ели вовсе. Вот она из СБ вылезла, думала хоть сныть найти. А силенок не осталось, упала. Так я ее и нашла. Кормить их стало помаленьку. Но каждый день. Мамка пирогов напечет, я незаметно хоть кусочек им отложу и свой не доем. Степка совсем худой был, я его козьим молоком отпаивала. Аленка шустрее, но и она худая, в чем душа держится. А Наталка померла три дня назад. На руках моих и померла. По щекам добряна слезы потекли. А перед смертью просила не отдавать деток отцу. Убьет он их. У школы одну зиму выжили и дальше смогут, говорила. Просила в церковь их подбросить, мол, при ней вырастут. Обещание с меня взяла, что ее я похороню в лесу, чтобы никто малышню найти не смог и концы оборвались. Не могу я сейчас бросить, папа. Обещалась я. Вот дела, протянул кто-то в толпе. А отец обнял дочь, широкой спиной закрыл это всех. А старший среди мужиков говорит тем, что помоложе. Степан, Егор, поезжайте в Ярилино, найдите Луку, он в деревне всех знает. Скажите ему, что от меня, да расспросите, была ли там такая баба с детьми. Что можно, узнаете, да только не задерживайтесь, темнеть скоро начнет. Ускакали мужики. Добряна на пенек села, к ней тут же девчонка прижалась. Она их хлебушком кормит, по волосам гладит. Они глядят на нее доверчиво, как птенчики. Вот и топот копыт слышен. Замерло сердце у Добряны. Какую весть принесут, что с детками станет. Мужики спешились, рассказывают. Вроде как правду говорит. В Ярилино Демьян жил. Жена Наталья, двое деток народилась, дочь и сын. Демьян жену сильно колотила, та терпела. Сирота, уйти некуда. А по осени сбегла. Демьян искал, да плюнул потом, мол, лучше найду. Только лучше самогонки ничего не нашел. По весне спьянул топ в реке. Мать с отцом у него остались, да те сами скоро с Богом встретятся. Дед слепой, бабка глухая. Еле-еле ходят оба, вот и весь сказ. Молчат мужики, что делать не знают. Ну, вот что, говорит Емельян. Поехали домой. А как окрепнут ребятки, в земногородскую церковь отвезу, как мать их хотела. Пойдем, дочь. Добряна вскочила, к ней тут же девчушка прижалась. Никому я их не отдам. Сама голодать буду, а их не отдам. Добрянушка, ну как же ты их себе возьмешь? А не знаю, как отец, но не могу я бросить их. Никого у них не осталось на всем свете. Если в церковь отвезешь, я с ними уйду. Добрянушка, не твои они, не в ответе ты за них. Ты сама-то еще без мужа. Кто ж тебя с двумя чужими замуж возьмет? Опустила глаза Добряна, что ответить не нашла. Но тут мужиков отодвинув, Алеша к ним вышел. Я возьму. Дядь Емельян, отдай свою дочь за меня. Емельян аж растерялся. Да как я отдам? А ежели она не согласная? Алешка к девушке. Пойдешь за меня? Я согласная, шепчет Добряна. Сама зарделась, ладно, хоть солнце село, почти не заметил никто. Коли такое дело, жди сватов, подал голос Родион Спиваков. Он здесь же был. Был у меня один сын, а сейчас и дочь, и два внука. Вот оно как бывает. Значит, на то воля Божья я поперек идти не стану. Коли сам Алексей так решил и Добряна согласна. Так тому и бывать. Алеша Степку к себе взял, подвязал чем смог, чтобы не свалился малец. Добряна Аленку на орла впереди себя усадила. Эмельян с Родионом сзади скачут, переговариваются потихоньку, венча не обсуждают, молодых подстраховывают. Затем навернулись в Оронцовское, детей Добряна к себе забрала. Давно они на мягкой постели не спали, да хлеба вдоволь не ели. Наутро к Ермолиным сваты пришли. У вас товар, у нас купец. У Спиваковых Алеша единственный сын. С размахом они его женили. Не поскупились на стол богатый, всю деревню угощали. Да и рады они такой невестке и родне Новой Рады. Ну а то, что чужих деток с собой привела, так то о сердце добром говорит, о том, что и своим ребятам хорошей матерью будет, и их в старости не бросит. Краши Добряны в тот год невесты не было. С лица белая, коса черная, глаза бездонные, сама еле улыбается, а на Алешу с нежностью поглядывает из-под длинных ресниц. Что и говорить. На Алешу у многих девок виды были. Хорош жених. А достался он Добряне Ермолиной. В тот же день старуха Лукерия померла. Да только нашли ее не сразу. Дня через два опомнились, что давно не видал никто. К молодым на свадьбу носа не казало. Пошли женщины к ней, изба открыта. Пошли, а она лежит возле печки. Душа уже отошла. А в сенцах Чемерицу нашли. Давно известно, что от этой травы коровы до телята дохнут. Небольшой стажок на полу стоит, от солнца укрытый. Ах, старуха Лукерия. Через год у молодых Спиваковых сынок родился, еще через два доченька. Разрослась семья, а Алешка все говорит. Добрей моей добряны нет у человека. Не смотри, что строга на вид. Улыбнется, всю избу освещает. Добряна тоже счастлива за мужем. Улыбается чаще, мягче стало. Не сторонятся ее теперь люди, но, как прежде, приходит кто за советом, кто за помощью. Мудрая пословица гласит, не имя красит человека, а человек имя. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Айгуль Шариповой в Яндекс.Дзене. Ссылочка внизу в описании ролика. А я желаю всем вам помощи Божией, радости, мира. Пусть хранит вас Господь. А я обнимаю всех душой. Улыбнется. 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 Улыбнется.